Торнадо Страна шокирована Я никогда не видела ничего подобного и не хочу видеть еще раз Команда метеорологов проводит последующие расследования, чтобы найти способ прогноза и спасти множество жизней в будущем Катастрофы случаются не просто так Они являются цепочкой критических событий Мы раскроем все тайны и отсчитаем секунды до катастрофы Эта девушка едва избежала смерти от Торнадо Теперь, плененная в тонущем фургоне, она вновь должна обмануть смерть Нашествие Торнадо Северная Америка, Миссури, Канзас-Сити 3 апреля 1974 года Метеорологи в центре прогнозов штормов крайне озабочены Их радар говорит о том, что в самое сердце Америки вот-вот ударит множество торнадо Смерчи характерны почти для любой страны Но США попадает под них гораздо чаще, чем остальные Более тысячи случаев каждый год Большинство смерчей малы и образуются в местности между скалистыми и аппалачскими горами Именуемые Аллея Торнадо Радар показывает признаки образования очень мощного шторма Сухие ветра движутся в центр материка с Тихого океана И сталкиваются с влажным воздухом, идущим на север от Мексиканского залива Это идеальные условия для бури с грозой Тем не менее ветры в верхней атмосфере не дают начаться грозе Создавая нестабильные условия на обширной площади Метеорологи изучают радар в поисках первых признаков активности торнадо Они видели нечто подобное ранее В вербное воскресенье 1965 года 48 торнадо оставили след из разрушений длиною в 760 километров всего за одну ночь Жестокие шторма длились 12 часов, уничтожая города Иллинойса, Мичигана и Индианы Здесь число погибших было самым высоким Люди погибали с семьями 1500 человек получили ранения 271 человек погибли Трагедия вербного воскресенья показала, что погодные службы Не способны точно предсказать, где ударят торнадо Их радар мог показать лишь, где развивается шторма Но было слишком мало данных, чтобы сказать, какие из них будут разрушительны, а какие рассеются Спустя почти 10 лет после вербного воскресенья Техника предсказания торнадо почти не изменилась Метеорологам все еще сложно определить, куда ударят самые мощные смерчи Теперь же синоптики сталкиваются с эпидемией торнадо, гораздо более ужасной, чем трагедия вербного воскресенья Один из тысячи городов на Среднем Западе Зения, Огайо 12 часов 45 минут В старшей школе Зении 17-летняя Джули Смит обедает с друзьями Они обсуждают репетиции школьного спектакля, не подозревая о том, что к ним приближается Джулия жила в Зении с 7 лет Это было здорово В городе был один кинотеатр, куда все ходили на свидания Был один автомобильный кинотеатр, в школе были танцы Это был город будто с открытки, в самом деле В 24 километрах от Зении, в Дейтоне, Огайо 37-летняя Люси Лемон работает с офисным администратором в компании, занимающейся электроникой Она отвлечена мыслями о дочери Сесилье, выздоравливающей после операции на позвоночнике Сесилье проводит время дома, готовя семейный обед У нее всегда было много друзей, множество друзей Она была очень талантлива, играла в театре Я думала, что когда-нибудь она станет кинозвездой К двум часам дня метеорологи в центре прогнозов штормов были сильно встревожены развивающейся картиной На радаре появились опасные грозовые бури, покрывающие огромную площадь от Среднего Иллинойса до Теннесси Опасаясь повторения ошибки вербного воскресенья, они предупреждают о торнадо на телевидении и радио по всей территории центральных штатов Они знают, что эти предупреждения зачастую игнорируются, но без точной информации это все, на что они способны Предупреждение о серьезной грозе сменилось предупреждением о торнадо Три часа двадцать минут дня Люсиль Лемон едет с работы домой в центр Зении, чтобы позаботиться о техпосле школы Переключая каналы радио, она слышит предупреждение о торнадо в этой области Она спешит домой К половине четвертого погода ухудшается Более тридцати смерчей были замечены в аллее торнадо, но пока что ни один из них не ударил по городу Затем у границы с Зении появляется огромный смерч Несмотря на предупреждение, тысячи людей не знают о надвигающейся катастрофе Один из наблюдателей замечает его и немедленно сообщает в погодную службу Один смерч только что образовался за городом на шоссе 55, прием Именно этого и боялись в центре прогнозов Подождите, подождите, торнадо в Зении Направляется прямо к центру города Три часа тридцать две минуты В Зении Огайо только что приземлился торнадо и направляется прямо к центру города В старшей школе у двух тысяч детей только что закончились уроки Но Джули Смит и 11 других подростков из актерского кружка репетируют школьный спектакль В это же время отец Джули, Альберт, едет в школу, чтобы забрать дочь после репетиции Он не знает, что торнадо движется прямо к центру города В школе в аудиторию внезапно вбегает подруга Джули, Рут Желая посмотреть на смерч, подростки выбегают в коридор У меня в уме крутилась картинка из волшебника изумрудного города Именно это вспоминалось мне Но по мере приближения торнадо к школе, они понимают, насколько он огромен Я помню, как я была удивлена тому, что не вижу воронки Детей охватывает страх Мы все были шокированы тем, что увидели Он был настолько огромен, что не было видно краев Он шел через парк прямо к нам, разрушая все на своем пути Это было похоже на огромное зло Я помню, как я подумала, не могу поверить, что я умру вот так Умру от торнадо Три часа сорок пять минут Торнадо продолжает разрушительный путь по Зении Дом Люсиль Лемон и ее четверых детей находятся прямо на его пути Последовав совету правительства, Люсиль открывает окна, надеясь, что это спасет дом от разрушения Семья с ужасом ожидает приближения торнадо и вдруг бьет сильный ветер Четыре часа Торнадо проходит через город и направляется на северо-восток к сельской местности За время его присутствия Зения превратилась в руины Сотни людей получили ранения В старшей школе Зении 12 подростков, несколько минут назад репетировавших свое выступление, теперь пребывали в шоке, покрытые порезами от летящих осколков Одна из них Джули Смитт Я подумала, что мне повезло остаться в живых, и я не знала, сколько человек погибло В Зении погибло 33 человека Многие другие находились под завалами упавших зданий Дом Люсиль Лемон и ее четверых детей пережил прямое попадание и был полностью уничтожен 14-летний Джо оказался снаружи дома, но в состоянии шока Его мать и три сестры находятся под завалами Сесилья, выздоравливающая после операции на позвоночнике, придавлена огромным весом бойлера Соседи вытаскивают из-под завала старшую сестру Джо Стефани Затем спасают младшую сестру Деннис Когда Люсиль выбирается, она оказывается потрясена увиденным Все вокруг меня было разровнено Она пытается помочь Сесилье, все еще находящейся под завалом Я могла шевелить руками, но нижняя половина тела была парализована Я не чувствовала ног Дороги Зении разрушены, и нет ни одного намека на службы спасения Поэтому соседям приходится вытаскивать Сесилью самим Отец Джулии Альберт пропустил удар торнадо Въехав в город, он видит, что все вокруг разрушено Где-то среди руин находится его дочь Но он не знает, жива она или мертва В доме Лемонов соседи наконец освобождают Сесилью Как только я почувствовала, что с меня снимают тяжелые предметы Я поняла, что со мной все будет хорошо Я помню, я лежала там и была благодарна тому, что еще жива И благодарна людям, откопавшим меня Четыре часа сорок семь минут На окраине Монтичелло, Индиана, начинает формироваться еще один огромный торнадо В то время как Смерч движется по фермерским землям Пятеро девушек спят, пока Дональд Ричардс ведет свой фургон в сторону дома Они провели неделю путешествуя по историческим местам и сильно устали Карен Стоц отлично помнит эту поездку Мы изучали церковную историю, это был последний день нашей поездки Мы были там несколько дней, и пришло время возвращаться домой Пять часов пять минут Огромный Смерч движется через Индиану, набирая мощь Дональд Ричардс и пятеро девушек даже не подозревают, что он идет за ними по пятам Догоняя фургон, Смерч набирает силу и скорость Когда они начинают пересекать реку Тепеканоэ, торнадо, наконец, догоняет их Он подхватывает фургон и сбрасывает с высоты 15 метров в реку Оказавшись в воде, фургон начинает быстро тонуть Когда фургон упал, я увидела двоих, моего учителя и мою подругу Я не видела больше никого Я не знаю, где они были Друзья Карен серьезно ранены Они не могли выбраться, они не могли сражаться за свои жизни В то время, как фургон погружается все глубже, Карен удается выбраться Борясь с сильным ветром, она находит силы доплыть до берега Мне пришлось бороться, чтобы выжить, и мое стремление выжить было очень сильным Я поплыла так быстро, как могла Я видела, как вся жизнь пролетает перед глазами, но каким-то образом, по милости Божьей, мне удалось выжить Торнадо продолжает двигаться по открытой местности, а Карен, наконец, добирается до берега Она вымотана, но жива Ее друзьям повезло меньше Фургон опускается на дно В Зении Альберт, наконец, добирается до школы и видит, что она полностью разрушена Ему сообщают, что выживших нет, Альберт убит горем Он бесцельно идет по разрушенному городу Он не может поверить, что его дочь погибла Внезапно он видит силуэт Это Джулия Она жива Я никогда не забуду выражение на его лице Я никогда не забуду, как он плакал, и как он обнял меня Он дает мне сладко Шторма продолжаются до пяти часов следующего утра Полей Торнадо проносится всего 148 смерчей Шесть из них попадают под категорию F5 Самые мощные ураганы, известные людям Наступает 4 апреля Масштаб разрушений шокирует Как и опасались метеорологи, этот день был гораздо страшнее, чем трагедия Вербного воскресения 10 лет назад Ущерб имуществу оценен более чем в 600 миллионов долларов По сегодняшним меркам это 2,3 миллиарда долларов 5,5 тысяч человек получили ранения 330 погибли Президент Никсон посещает Зению с целью предложения помощи разрушенному городу Он отправляется к разрушенной школе, в которой повезло выжить Джулии и актерскому кружку В то время как города по всей Америке находятся в шоке Армия и воздушные силы призваны помочь убрать тысячи разрушенных домов Неспособность синоптиков точно предсказать появление Торнадо В очередной раз обернулась трагедией Теперь углубившись в научные исследования, мы можем показать, как трагические события 1974 года навсегда перевернули науку прогнозирования Торнадо Через день после катастрофы доктор Тед Фуджита из университета Чикаго берется за работу Шторм, принесший огромные разрушения, предоставляет ему уникальную возможность Фуджита уверен, что исследования этой трагедии могут спасти множество жизней в будущем Фуджита созывает своих студентов и персонал на совещание Он объясняет им свой радикальный план Если его догадки верны, то в следующие несколько дней они смогут узнать о Торнадо больше, чем метеорологи за прошлые десятилетия В группе также состоит протеже Фуджиты Грег Фордс Даже в то время у доктора Фуджита была репутация мистера Торнадо Если вы искали человека, который помог бы в изучении Торнадо, это был доктор Фуджита Он объясняет свой план команде Пролетев по маршруту Торнадо, он надеется сфотографировать обломки, оставленные на Земле и построить полную картину мощи и поведения Торнадо Сопоставив эти данные с показаниями радара, снятыми во время шторма Фуджита надеется найти зацепки, которые помогут метеорологам предсказать когда и где в будущем ударят Торнадо Его ранние исследования показали, что в долине Торнадо смерчи обычно появляются когда влажные ветры из Мексиканского залива движутся на север и сталкиваются с холодными и сухими ветрами с запада Теплые ветра, поднимающиеся вверх, смешиваются с холодными, вызывая горизонтальное вращение Тепло от Земли, данное Солнцем, заставляет теплый воздух подниматься еще выше Наконец он пробивается через прохладные слои, создавая воронку, вращающуюся вертикально, как Торнадо Эти воронки могут нанести огромный ущерб любому американскому штату но в основном они наблюдаются в аллее Торнадо весной и летом В 1974 году метеорологи наблюдали за аллеей Торнадо с помощью радара Изображения, полученные с радара, помогали определить ранние признаки штормов, которые могут породить смерчи Но показания слишком расплывчатые, чтобы предсказать точные места формирования самых опасных Торнадо Сбор данных в реальном времени с Земли также сложен Торнадо непредсказуемы, они могут появиться и исчезнуть в считанные минуты Даже если бы было возможно поместить их в центр наблюдательное оборудование Оно почти наверняка было бы уничтожено Торнадо является загадочным феноменом Еще никому не удавалось влететь на самолете в центр урагана и выжить, чтобы сообщить о наблюдениях Так что многое о них неизвестно Если план Фуджиты сработает, это поможет спасти множество человеческих жизней в будущем Но ввиду развивающейся операции по уборке Фуджиты и его команда должны работать быстро Вопрос в том, где начать Мы собрали газеты, связались с офисами государственной погодной службы Получили от них отчеты, расставили точки на карте И таким образом нам не пришлось вслепую обыскивать каждый квадратный километр штатов Иллиноя С Индиана и Огайи Следующим утром команда разделилась на группы Грек и его напарник поспешили к нанятому самолету У них осталось мало времени, прежде чем следы, оставленные торнадо, исчезнут навсегда Мы должны были добраться туда быстро, пока не началась уборка обломков Следов, оставленных торнадо Через 45 минут Грег Форбс был на месте действия первого торнадо Хаос, царивший внизу, ужасал Но увидев картины обломков, Форбс понимает, что план Фуджиты может сработать Решительно настроенный извлечь хоть какое-либо благо из катастрофы Студент Чикагского университета Грег Форбс пролетает над маршрутами торнадо, фотографируя руины Несмотря на десятилетия изучений торнадо, об этом опасном феномене известно очень мало Форбс потрясен тем, что он видит Луисвилл Кентукки и Зения Вагайо лежат в руинах Фотографируя эти разрушения, Форбс может точно определить направление, силу и скорость торнадо Затем он может сравнить эти картины с показаниями радаров Это может помочь понять, какие образования облаков ассоциируются с самыми разрушительными торнадо И помочь метеорологам точнее предсказывать, где обрушатся самые сильные ураганы В течение двух дней Форбс документирует максимально доступное количество материала Он знает, насколько важным могут быть его наблюдения Я знал, что в том, что я изучал, был потенциал Это могло помочь в будущем, возможно, спасти множество жизней По возвращении в Университет Чикаго Форбс показывает команде фотографии воздушного наблюдения Сила торнадо разметала обломки в огромном радиусе Но изучив снимки детально, Форбс обнаруживает загадочный феномен Еще раньше были сообщения, что среди разрушений, принесенных торнадо Оставались нетронутые дома Эта фотография является подтверждением странного феномена Преобладающая теория заключается в том, что торнадо пропускают здание Иногда поднимаясь в воздух Но Фуджиту эта теория не убеждает Он просит команду изучить снимки еще более детально и найти объяснение Еще одна аномалия обнаружена в Монтичелло, Индиана Торнадо в Монтичелло вел себя нормально на протяжении 21 километра Но затем он сделал нечто необычное Уже когда он должен был рассеяться Он набрал новую силу и прошел всего 195 километров Убив 19 человек, включая друзей Карен Стоц Утонувших в реке Типэканоэ Съемки с воздуха вызвали у Форбса и Фуджиты И другие вопросы, на которые пока что не было ответа С 50-х годов правительство советовало населению открывать окна во время торнадо Они считали, что открыв окна Выравнивалось внутреннее и внешнее давление, что не давало дому взорваться Смотрите, низкое давление в воронке заставляет стены и крышу разлетаться Это происходит потому, что давление внутри выше Но нигде на снимках Форбс и Фуджита не видят следов обломков Разлетевшихся в разные стороны, как предполагает правительство Пока команда ищет ответы Форбс и Фуджита переходят к следующей стадии исследований Наблюдения с Земли Собирая улики на Земле, они надеются собрать более точную информацию О поведении и времени активности каждого торнадо Фуджита отправляется в Зинию, Огайо Форбс в Луисвиль, Кентукки Одна из самых важных зацепок — остановившиеся часы Они показывают точное время удара торнадо И позволяют Форбсу сравнить разрушения на Земле С облачными образованиями, видимыми на радаре Основная информация, которую мы искали — это время удара торнадо Чтобы можно было отнести разрушение ко времени, показанному на снимках с радаром Форбс также разговаривает со свидетелями, которые дают точное описание того, как торнадо разрушал здание Мы искали любые особенности поведения торнадо Спрашивали, что случилось, что люди видели Знание этих вещей могло помочь нам определить местоположение торнадо Относительно породившего его шторм В Зении Фуджито совершает прорыв Он узнает о 15-летнем мальчике Брюссе Бойде, который снимал торнадо на камеру более двух минут Фуджито не может поверить в свою удачу Съемки торнадо в 1974 году были крайне редкими В то время у нас не было столь доступных видеокамер У нас не появлялось по сотне записей торнадо каждый год Изучая движущееся изображение торнадо, они используют процесс, называющийся фотограмметрия Чтобы проанализировать движение обломков в воронке Это позволяет определить скорость, направление и силу Этот метод дает важные результаты В 1965 году Фуджито применял ее к снимкам торнадо, сделанным во время вербного воскресения Это позволило ему разработать шкалу Фуджито или просто Ф, которая до сих пор используется по всему миру Ф1 может нанести небольшой урон и сорвать провода Ф2 может перевернуть машину Ф3 может перевернуть поезд Ф4 ужасен и может свалить крепко построенные дома И, наконец, самый страшный и самый редкий Ф5 Скорость ветра, при котором достигает 512 километров в час Ф5 — самый сильный ветер известным человеку Доктор Фуджито и его протеже Грег Форбс возвращаются в Чикаго с уникальными съемками Бойда В ходе анализа они находят доказательства феномена, о котором Фуджито давно подозревал, но не мог обосновать Он уверен, что у некоторых торнадо на самом деле есть несколько меньших воронок, которые движутся вокруг родителей Съемки Бойда действительно потрясают На них видно несколько мелких воронок, движущихся вокруг основного торнадо Обходящих друг друга Запись Брюса Бойда идеально запечатлила действия нескольких воронок Расследование также продвигается и в других областях После долгого анализа команда находит доказательства того, что здание действительно разрывало, как и предполагалось ранее Но они также поняли, что обломки, затянутые в воронку, могут действовать как скоростные снаряды, что может принести огромный урон строения Эти снаряды в совокупности с ветром, скоростью свыше 322 км в час, объясняют, почему рушатся здания На самом деле их сносит огромной силой, хотя наблюдателю может показаться, что они взрываются Форбс мгновенно осознает значимость Совет правительства открывать окна не только не спасает здания от разрушений, но также ставит под угрозу жизни людей Потому как те теряют время, необходимое на поиск укрытия Эта информация поможет спасти много жизней в будущем Команде везет Они находят еще одну запись торнадо в действии В паркере «Индиана» оператор новостей Уолли Хаббард попал в шторм и был вынужден остановить машину Заметив торнадо, он инстинктивно взял свою камеру Форбс и Фуджите изучают обломки, запечатленные на записи Хаббарта Они точно измеряют размеры обломков в воронке, используя фотограмметрию Их анализ подтверждает, что скорость ветра внутри торнадо Зении достигла 483 км в час Их исследования наконец объясняют, почему некоторые дома остаются нетронутыми Но они обнаруживают, что торнадо с несколькими воронками скрывают еще одну тайну Маленькие воронки могут сделать некоторые торнадо еще более опасными Так как добавляют еще один разрушительный слой ветра Вращаясь вокруг торнадо родителя, они увеличивают скорость ветра Это очень важный шаг вперед в понимании смерчей Но это еще не прорыв, который может ученым помочь точнее предсказывать ураганы в будущем Они решают, что чтобы найти необходимые методы предсказания, они должны вернуться к снимкам радаров Просматривая эти снимки, внимание Форбса привлекает построение облаков, известное как завихрение Оно названо так из-за ярко выраженной закрученной формы Погодные радары впервые появились в Америке в 40-х годах С тех пор такие образования облаков часто наблюдались во время ураганного сезона Тем не менее, они отличаются друг от друга И ученые не могут определить, какие из них вызывают самые опасные торнадо Просматривая снимки, Форбс надеется собрать достаточной информации, чтобы совершить прорыв Мы распечатали каждый снимок с микропленки радара Затем мы разделили формы облаков на категории Ярко выраженное завихрение или менее проявленное Или вообще что-то другое Форбс находит определенную связь Каждый из шести F-5 образовался из завихрения, длившегося от 5 до 7 часов Именно это искали Форбс и Фуджита Находя самые долгие завихрения, метеорологи теперь смогут с точностью предсказать Где ударят самые опасные торнадо До этого у нас не было ничего подобного После этого открытия, которое поможет спасти жизни в будущем Фуджита обращается к последней загадке 3 апреля Торнадо Монтичелло Этот торнадо был крайне необычен тем, что действовал очень долго Он двигался и двигался вперед Я бы никогда не смог предсказать, что такой шторм вызовет торнадо Прошедший более полутора сотен километров Почему же ураган Монтичелло ушел так далеко? Форбс и Фуджита вновь обращаются к воздушным снимкам В поисках каких-либо объяснений Почему этот торнадо прошел на 160 километров больше, чем обычно? Фуджита замечает нечто необычное Среди обычных следов, оставляемых торнадо Он обнаруживает совершенно иные наземные повреждения Среди повреждений были найдены следы, являющиеся необычными для торнадо Фуджита предполагает, что эти следы были оставлены вихрями воздуха, идущего прямо сверху Этот феномен называется нисходящий поток Теплый воздух поднимается, затем остывает и начинает возвращаться к Земле Теория Фуджиты такова, что иногда этот холодный воздух возвращается с огромной скоростью Разрушительным вихрем Он уверен, что если нисходящий поток сошелся с ураганом в Монтичелло Он снабдил ураган энергией, позволившей ему пройти так далеко Фотоулики нисходящего потока в Монтичелло поражают Но они недостаточно, чтобы доказать его существование Несмотря на разочарование, работа Форбса и Фуджиты позволяет создать карту всей эпидемии торнадо Каждая черная отметка представляет путь торнадо в милях Они подсчитали, что общий путь всех ураганов составляет 4000 километров Исследования суперэпидемии, проведенной Фуджитой, стали научным достоянием Это самое подробное изучение торнадо из предпринятых когда-либо И оно принесло массу новой информации Оно опровергло опасный миф о том, что открытые окна не позволят дому взорваться И доказало, что нет научных свидетельств прыжков торнадо Оно показало, что иногда вокруг торнадо формируется несколько непредсказуемых воронок А самое главное исследование показало, что самые долго длящиеся завихрения формируют самые опасные ураганы Это стало крайне важным методом предсказания самых смертоносных торнадо, что дало метеорологам возможность своевременно предупреждать о них население Эта катастрофа помогла провести исследования, которые могут снизить количество жертв торнадо в будущем Доктор Фуджита опубликовал отчет о своих открытиях Он получил одобрение научного сообщества Но ему так и не удалось доказать свою радикальную теорию нисходящего потока Или объяснить, почему ураган Монтичелло прошел более 190 километров Позже, через год после суперэпидемии, он получил неожиданный телефонный звонок Самолет, перевозивший 124 человека, внезапно упал Национальный совет по безопасности транспорта желал знать, были ли тому виной плохие погодные условия Несмотря на то, что Фуджита не мог этого знать Эти якобы несвязанные трагедии приведут его к разгадке тайны нисходящего потока Доктор Фуджита из Университета Чикаго собрал данные о самой ужасной эпидемии торнадо в истории США Его открытия изменили понимание торнадо навсегда Это был один из ключевых моментов, когда люди начали понимать проблему торнадо Это помогло сделать дальнейшие шаги к улучшению ситуации Тем не менее, Фуджита не мог разгадать одну загадку Почему ураган в Монтичелло прошел 195 километров На 160 километров больше, чем обычно Через год Фуджиту вызвали в Нью-Йорк Чтобы помочь в расследовании крушения рейса 66 восточных авиалиний На подлете к полосе в аэропорту Кеннеди Самолет по неизвестной причине упал на землю, погубив 115 пассажиров и экипаж Могло ли это крушение стать результатом плохих погодных условий? Фуджита начинает с анализа данных телеметрии из черного ящика рейса 66 Затем он изучает данные черных ящиков других самолетов, летавших в тот день И данные атмосферных показаний, снятых с земли Он строит картину того, что могло произойти в воздухе перед крушением самолета Фуджита удивлен своей находкой Серия небольших нисходящих потоков, которые он называет микровихрями Пересеклась с несколькими самолетами, садившимися в тот день в аэропорту Именно микровихри подтолкнули рейс 66 к земле, недалеко от посадочной полосы Он быстро определил, что это были нисходящие потоки Очень малого диаметра, но очень напряженные Они появлялись над аэропортом в режиме пульсации Позволяя некоторым самолетам сесть без происшествий Затрудняя посадку других и вызвав одно крушение Понимая, что другие самолеты могут быть в опасности Фуджита публикует свои исследования Авиационная индустрия быстро модифицирует радары в аэропортах по всей Америке Чтобы засечь эту аномалию и предотвратить подобные трагедии Для Фуджиты это двойная победа Его исследования доказывают, что наземные повреждения в Монтичелло год назад Могли быть вызваны нисходящим потоком Именно эта аномалия подпитала энергией торнадо в Монтичелло Позволив ему пройти 195 километров с разрушительными последствиями Это последняя деталь загадки Фуджиты Наконец мы можем показать цепь событий Приведшую 13 американских штатов к катастрофическому столкновению с силами матери природы 3 апреля 1974 года Ветры с Тихого океана и Мексиканского залива движутся вглубь материка Создавая крайне нестабильные атмосферные условия в аллее торнадо Прогнозы предполагают, что на Америку вот-вот обрушится страшнейшая эпидемия торнадо за последние десятилетия Но метеорологи не знают, когда и где ударят самые опасные торнадо Они посылают предупреждения, но те слишком общие и слишком запоздалые К половине четвертого дня на окраине Зении и Огайо появляется торнадо Он застает многих жителей врасплох Они тратят драгоценное время, открывая окна, чтобы их дома не взорвались Зения обхвачены ветрами и летящими с большой скоростью обломками К удивлению, некоторые издания выдерживают множественные воронки торнадо В 4.47 торнадо появляется на границе Монтичелло-Индиана Он также застает жителей врасплох 19 человек погибает Под заряженный нисходящим потоком торнадо проходит еще 170 километров В 5 утра 4 апреля через 16 часов после начала Все, наконец, стихает От городов остались руины 148 торнадо наносят ущерб в 600 миллионов долларов 5,5 тысяч человек получают ранения 330 погибают Доктор Тед Фуджито умер в 1998 году Грег Форбс устроился на канал погоды и продолжает работать метеорологом Сегодня его способность предсказывать погоду усилена современными технологиями Высококачественные спутниковые изображения показывают развитие погоды в реальном времени А мобильный радар Доплера может быть помещен глубоко в центр торнадо Все эти достижения являются прямым следствием урока, выученного в 1974 году Теперь специальное радио сообщает о серьезных изменениях погоды А предупреждающие о торнадо сирены установлены по всей Америке Исследования доктора Фуджито были первыми шагами к научному пониманию торнадо Вплоть до сегодняшнего дня его открытия все еще играют большую роль В спасении человеческих жизней по всему миру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok